Я хочу задать тебе сегодня один очень важный вопрос. Знаешь ли ты, что это значит, быть любимым Богом, безусловно? И я имею в виду не знание в твоей голове, а глубокое понимание этого всем сердцем. Однажды я слушала проповедь, и в ней шла речь о том, как это важно, знать, что Бог нас любит. Слова проповедника вызвали во мне огромное желание по-настоящему понять, как Бог любит меня. Я хотела понять, что на самом деле означает знать Бога как любящего Отца, и поэтому я попросила Бога во время молитвы объяснить мне Его любовь так, чтобы мое сердце это поняло раз и навсегда. То, что Бог показал мне тогда, потрясло мое сознание, и эту историю я хочу подарить тебе на Рождество. Во время моей молитвы Бог привел меня в больницу. Я проживала этот момент внутри себя, как если бы я смотрю фильм, и в то же время сама принимаю участие в нем. В той больнице стояли я и Бог вместе перед палатой, в которой было огромное внутреннее окно в коридор больницы. И я видела в этой палате две кровати. На одной лежала моя прекрасная дочь, на другой – девочка, которая выглядела очень больной. Моя дочь, напротив, выглядела здоровой и сильной. В этот момент Бог сказал мне следующее. Нелли, я хочу показать тебе, как сильно я тебя люблю, через то, что я попрошу тебя сейчас представить. Эта девочка рядом с твоей дочерью абсолютно одна и очень больна. У нее слабое сердце, и она скоро умрет. Чтобы она могла продолжать дальше, ей нужен донор, который отдаст ей здоровое сердце. И ты и твоя дочь, вы вдвоем решили помочь этой девочке. Из-за вашего общего желания, ты, как мама, принимаешь решение сердце твоей дочери отдать этой девочке, чтобы она могла жить. Твоя любовь к твоей дочери бесконечно огромна. И в то же время, любовь к этой девочке так сильна, что ты готова жизнь твоей здоровой дочери, твоей любимой дочери отдать ей. Сердце, что несет жизнь, взамен сердце, что смертельно больно. В этот момент все кричало во мне. Сердце бешено колотилось внутри. Это было невозможно. Как могла бы любая мать или отец решиться на такое? Это невозможно. И в следующий момент мою дочь на больничной кровати провезли бы меня. Она была готова к операции. Я видела, как ее завезли в больничный лифт, и двери лифта закрылись. И в этом введении меня пронзило осознание того, что пути назад уже не было. Боль в моем сердце была невыносимой. И все это было так сюрреалистично. Пожалуйста, поймите меня правильно. В настоящей жизни я бы никогда не приняла такое решение. Как мама, я бы сделала все возможное, чтобы защитить мою дочь. Я бы отдала ей мою собственную жизнь. И Бог знает это. Он показал мне это видение с другой целью. С этой невыносимой болью внезапно в мое сердце пришло понимание, как сильно Бог любит меня. Как отец, он был готов жизнь его сына отдать для меня. То, на что не решился бы ни один человек, Бог уже сделал для меня. Несмотря на то, что он любит своего сына больше всего на свете, он полюбил меня так сильно, что отдал свою жизнь за меня. И тогда я увидела меня, как будто я была той больной девочкой, и у меня не было ни единого шанса выжить. И вдруг я получаю сообщение. Нашелся донор для меня. Это были отец и сын, которые решили подарить мне здоровое сердце, совершенное и живое сердце. Как велика должна была быть эта любовь ко мне. Как дорого я должна быть этому отцу. Как дорого этому сыну. И потому решила Иисус прийти в этот мир. Когда двери небесного лифта закрылись, не было пути назад. Сын оставил своего отца и свой дом и отправился в этот мир, чтобы отдать его жизнь за всех людей. И за тебя. На этом мое видение не закончилось. Я видела меня, как ту вторую девочку, в доме отца. После операции он удочерил меня. Я могла жить в его доме, получать его любовь день за днем. Но пугающим образом я постоянно бежала из этого дома прочь. Я чувствовала себя недостаточно хорошей, недостаточно ценной, чтобы мочь жить там дальше. Внутри постоянно было чувство, лучше я вернусь обратно в детский приют, из которого меня забрали, или попробую доказать мою любовь отцу своими делами. И однажды мой отец позвал меня и сказал, мой дорогой ребенок, почему ты допускаешь эти мысли? Как только ты можешь думать, что тебе здесь не место, когда сердце моего сына бьется в твоей груди? Какое еще доказательство тебе нужно, чтобы убедить, что я люблю тебя? Все, что мое, твое. И когда я смотрю на тебя, я вижу моего сына в тебе. Я отдал самое дорогое за тебя. Единственное, что ты должна сделать, это принять этот подарок. Не беги от меня. Оставайся жить в этом доме. Но даже если ты убежишь, ты всегда будешь моей дочерью. На месте этой девочки находимся мы все. Ибо так сильно возлюбил Бог тебя, что Он своего единственного сына отдал за тебя. Ты настолько ему дорога, что Он отдал жизнь своего любимого сына за тебя, чтобы ты могла жить. И в этом смысл Рождества. Пожалуйста, освободись от мыслей, что ты ему недорога. Как должно быть это Богу больно, когда мы, как Его дети, постоянно пытаемся заслужить любовь своими делами и бежим от Него прочь, несмотря на то, что Он отдал. Все для нас. Как еще должен Бог тебе доказать, как неописуемо сильна Его любовь к тебе? Большего доказательства любви, чем жизненного сына, не существует.